Всем привет! Давно не было от меня видео. Недавно я сделал вот такую вот заготовочку в виде тарелочки. Она имеет выпуклость такую. Сделана из стеклопластика. И сейчас я расскажу для чего я ее сделал и как применю. Первое, что мне необходимо, это, конечно, вторсырье. Сделано по матрице. Необходимо обрезать края ровно под наше изделие. Чем я сейчас и займусь. Я обрезал по кругу мое изделие. Я уже, в общем-то, делал это не первый раз. Поэтому я навострился. Делать ровно. Торцы я обработал наждачкой, чтобы не было никаких сколов и круг было ровнее. Для чего это мне надо, я сейчас покажу. Вот система. Туркатив, шоссейная. Это будет аэрокожух. для нее. Осталось мне вырезать отверстие под шатун и покрасить. Я вырезал отверстие под шатун. Такое оно у меня получилось. Пришлось долго подгонять наждачкой, шкуркой, для сбор машины. Сейчас поставлю кожух перед покраской. Покажу вам, как это выглядит. Никаких проблем с посадкой нет. Все здесь подрезал под бортик, чтобы она хорошо садилась и прилегала. на мой взгляд система сразу преображается, выглядит более современной. Я ее сейчас покрашу и немного вам расскажу про аэродинамику и суть этого кожуха. В общем, от подкраски моей детали я решил отказаться, потому что в гараже было холодно, не было нужного температурного режима, плюс было очень пыльно, поэтому вся краска могла собираться вместе с пылью и мой кожух не имел бы такой вот красивый товарный вид, поэтому я купил карбоновую пленочку и вот так ее обклеил. Клеил я первый раз, но результат меня порадовал. Так, теперь посмотрим, как это будет выглядеть на системе. Как видим, система после обклейки карбоном преобразилась, имеет такой приятный внешний вид и на самом деле этот кожух дает не только визуальное такое оформление, но имеет потенциальное улучшение характеристик аэродинамических в велосипеде. Ну, ни для кого не секрет, что даже малейшее улучшение аэродинамики дает прирост мощности. Данная система закрытого типа давно используется в велоиндустрии. Вот, сделаны они преимущественно из карбона. Тут получается у нас когда идет встречный воздух к системе, а система все-таки постоянно находится в движении, потому что мы крутим педали, он рассекается этим кожухом, направляя воздух от велосипедной рамы. Это шаг вперед и это такой способ как по дешману привести свою систему в такой прекрасный внешний вид. И это мой способ сделать такую же современную систему из практически любой из любых шлубнов. Прибавка в весе здесь незначительная, потому что кожух весит порядка 50-80 грамм. Если использовать карбон, то количество слоев уменьшится, жесткость увеличится и тоже будет приятный внешний вид. Кстати, что думаете по поводу данного улучшения? На этом всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте обязательно, потому что мне интересно ваше мнение. И на самом деле идей для воплощения у меня гораздо больше, чем только вот это. Буду рад любому комментарию. Всем пока! Субтитры Продолжение следует...